Момент, который сделал вас звездой российской пропаганды. Во-первых, и там были сэндвичи. Давайте проясним ситуацию. Значит, вы начали кормить советскую армию. Я кормила советскую армию. Почему-то Путин об этом забыл. Это был заговор, организованный американцами. Знаете ли, пьяные русские мужики. Звучит довольно экстремально. Мы не собираемся, как это было в 19 веке, разыгрывать большие шахматные партии между великими державами. Это еще один русский миф. Мы все его недооценили. Спасибо, мне стало лучше. Спасибо, что пришли на интервью. Давайте начнем с очень важного, но очень далекого прошлого. Расскажите-ка мне историю о том, как вы провели лето в пионерском лагере рядом с Одессой. Это вообще был ваш первый визит в Советский Союз или нет? Да, верно. Но прежде всего, Миша, я рада быть здесь и рада, что у меня есть возможность поговорить с вами. Я увлеклась Россией и Советским Союзом в очень раннем возрасте. В 12 лет я посмотрела спектакли по Чехову, потом начала читать Чехова, потом Достоевского, Толстого. И к тому времени, когда я поступила в университет, я задавалась вопросом, почему страной с такой красивой, богатой, душевной культурой исторически так плохо руководили. Поэтому я заинтересовалась советской и российской политикой и занималась этим дополнением к международным отношениям в университете. И потом, конечно, я захотела поехать и увидеть эту страну. Я изучала русский язык, но у нас в семье не было денег на одну из этих модных программ. Но ваша семья не была русскоязычной, правильно? Нет. На самом деле, мои предки из Белоруссии и современной Молдовы. Они приехали в США в 1910 году, спасаясь от царской армии. От погромов? Погромов и царской армии. Они не хотели, чтобы их заставляли служить. И они никогда не говорили по-русски. Они говорили на идише. Они были евреями и жили в пределах черты осёдлости. А меня назвали в честь моей бабушки, которая родилась неподалёку от Пинска. Так что не это на меня повлияло. Потому что у моей семьи не было русских культурных корней, гораздо больше еврейских корней. Так или иначе, но я увлеклась русской литературой и культурой. Поэтому, когда я училась в университете, я захотела поехать. Знаете, были такие модные программы. Можно было заплатить кучу денег, учиться в Ленинграде или ещё где-нибудь. Но для нас это было дорого. Но у YMCA была программа обмена, по которой они приглашали американских молодых людей, 20-летних, в различные летние пионерские лагеря. И это был способ поехать бесплатно. Мне нужно было только оплатить билеты. Что я и сделала из денег, которые накопила, ухаживая за чужими детьми, убирая чужие дома. И это была двухнедельная программа. И что интересно, возвращаясь к моей истории. Первое место, где я приземлилась в Советском Союзе, была Одесса. Мы работали в лагере «Молодая гвардия» на берегу Чёрного моря. Детям было где-то от 8 до 12 лет. Мы учили их американским народным танцам и песням, играли с ними и немного занимались английским. И мы плавали в Чёрном море, которое в те дни было не очень чистым. Но это было действительно весёлое время. Но потом, поскольку я потратила последние сбережения, чтобы прилететь туда, и в лагере мы провели только две недели, в общем, когда мы добрались до Москвы, я захотела остаться. Но мне нужна была работа, нужно было продлить визу. И я прошла собеседование с американской семьёй в посольстве, и они наняли меня в качестве няни до конца лета. Но у меня был невероятно страшный эпизод, потому что, помните, это Советский Союз, и вы даже не представляете, что может случиться, если у вас нет визы. В каком году это было? Это 1982 год. А, значит, Брежнев ещё жив. Да. Так что американская семья как бы наняла меня. Остальные вожатые из моего лагеря уехали домой. Меня поселили в гостинице «Украина», старой, её тогда ещё не отремонтировали. И вот я сижу там и жду, продлят ли мне советские власти визу в понедельник, на следующей неделе. А пока я сижу, в этом отеле совсем одна. Мне сказали, что я даже не могу выйти на улицу без визы. И я сворола родителям о том, что происходит. Но, к счастью, мне удалось остаться на лето. И это лето было потрясающим. Я жила в Москве, я присматривала за американскими детьми, но мы путешествовали по всей стране. Я побывала в Ленинграде, в других городах. И, знаете, это действительно подогрело мой интерес. Я обнаружила именно то, что я ожидала. Русские, украинцы просто поразили меня своей душевностью. Но, к сожалению, они жили в этой системе, которая не давала им лучших возможностей. Вас шокировало что-то из увиденного? Я знала, что это произойдет, но я была очень удивлена тем, насколько агрессивной была слежка за нами в 1982 году. Мне было 20, я была никем, но каждый раз, когда мы куда-то шли, за нами следили. Может быть, потому что я работала в семье дипломата, но я впервые с таким столкнулась. А потом вы вернулись в Советский Союз и стали работать переводчицей на рыболовецком судне, правильно? Это совсем другая история. А это правда? Это была следующая поездка в Советский Союз или были какие-то еще? В 1983 году я закончила университет и в том же году поступила на работу к члену Конгресса США в Калифорнии. Наступили времена Рейгана, поэтому американские компании почти не работали в Советском Союзе. Единственным способом участия в советско-американских отношениях в то время была работа на правительство. Поэтому я подала документы в госдепартаменты и несколько других государственных структур и пока работала с этим конгрессменом. Но мои друзья, которые также изучали русский язык, знали об одном совместном предприятии, которое с американской стороны базировалось в Сиэтле, в штате Вашингтон, а с советской стороны в Находке, откуда советы отправляли большие рыболовецкие суда к западному побережью США, чтобы ловить рыбу в наших водах. Им не разрешалось ловить рыбу в радиусе 20 миль, но они хотели ловить именно там, потому что именно там водилась рыба под названием хек, которой советы потом кормили армию. Отвратительная жирная рыба. Да, это была самая популярная рыба в советских магазинах, может быть, даже единственная. Именно. Так что на самом деле я не ездила в Советский Союз в тот раз. Я поговорила со своим конгрессменом. Я сказала, послушайте, у меня есть возможность поработать на этих рыболовецких судах. Я уеду на 8 месяцев, вернусь осенью, помогу вам с предвыборной кампанией в Калифорнии, если вы позволите мне взять этот отпуск. И он согласился. Я прилетела в Сиэтл, прошла обучение и жила на советском рыболовецком судне под названием «Арагонит», которая базировалась в находке, с 80 русскими мужчинами и 5 русскими женщинами. Женщины были поварами и врачами. Я провела на судне 8 месяцев. По условиям договора, советским рыбакам не разрешалось ловить рыбу в 20-мильной зоне. Поэтому американцы выпускали в море своих рыбаков. Те ловили хека. И моя работа заключалась в том, чтобы стоять на корме и помогать перегружать мешок с рыбой с американского судна на советское. Мешок сгружали на нижнюю палубу, а затем я спускалась туда вместе с управляющим рыбной фабрикой, и мы торговались о том, сколько на самом деле рыбы в этом мешке. Я говорила «двенадцать тонн», он говорил «десять». В хороший день мне удавалось выторговать до 11,5 тонн, в плохой — 10,5. Это был мой первый опыт переговоров с советами. Мы сходились на некой сумме, а потом из этой рыбы делали рыбные котлеты для советской армии. Хотите верьте, хотите нет. И мои американцы получали деньги. Так, значит, вы начали кормить советскую армию? Я кормила советскую армию. То есть до того, как вы начали, как известно, кормить украинских протестующих печеньем, вы кормили советскую армию рыбой? Почему-то Путин об этом забыл. Я также кормила кучу американских рыбаков западного побережья, которым нужна была работа. Но это было очень весело. И если я не получала хорошую цену, в ходе переговоров мои американцы кричали на меня по радио среди ночи. А если я получала хорошую цену, то все было в порядке. Так что это было потрясающе. И знаете, конечно, на судне было много замечательных, молодых людей. Ребята из Находки научили меня всему, что я знаю о звездах и о рыбах. И, конечно, я здорово ругалась по-русски. К тому времени, как я сошла с корабля, я научилась пить. Алкоголь на судне появлялся нечасто, но когда он был, это был настоящий праздник. И мне случалось, пошатываясь, возвращаться в свою каюту и блокировать стулом дверь, потому что, знаете ли, пьяные русские мужики. Звучит довольно экстремально. Было весело. Было весело. А потом я вернулась на землю и разбирала груды бумажных писем, накопившихся за восемь месяцев. И где-то в середине было зарыто приглашение из Госдепа поступить на дипломатическую службу. Я позвонила своему конгрессмену и сказала, «Эй, а если я к вам не вернусь?» И он сказал, «Окей». Хорошо. А вы ожидали в тот момент, что Советский Союз может развалиться? Вам вообще такое приходило? Да. В университете я написала свою выпускную работу, мы все пишем большие диссертации, о польском движении «Солидарность». И я тщательно исследовала это народное движение, выступавшее за перемены. То, как оно развивалось, его причины, и то, как люди объединяются. Поэтому развал Советского Союза не казался мне чем-то невозможным. На самом деле, в то время народные волнения происходили не только в Восточной Европе, но и, например, в странах Балтии. Так что я понимала, что люди наверняка захотят перемен. К тому же, когда я поступила на дипломатическую службу во время перестройки, и меня заинтересовал этот Горбачевский эксперимент, переход к рынку и прочее, но главное, я с юности считала, что американцы и русские не такие уж и разные. Наши страны — это бескрайние просторы и страстные люди. И если мы когда-нибудь будем работать вместе, а не друг против друга, это будет мощно. И это заинтересовало меня очень рано. В начале 90-х вы работали вместе со Струбом Телботом, который в тот момент был самым авторитетным, самым известным специалистом по Советскому Союзу и по России. Как вы думаете, было ли правильно то, как Соединенные Штаты реагировали на процесс распада Советского Союза? Как вы выстраивали свою политику в отношении России и других постсоветских республик? Как вы оцениваете тот процесс? О, все совершали ошибки. Русские совершали ошибки, американцы совершали ошибки, все совершали ошибки. Но когда Россия начала двигаться к переменам, мы уже некоторое время работали со странами Восточной Европы. Польша, Чехия, Венгрия. Это были не такие большие страны, но они имели более длительный опыт демократического управления. В России же никогда по-настоящему не было представительного правительства. И поэтому для стран Восточной Европы переход к рынку, реинтеграция в Европу, это было как езда на велосипеде. Нужно только вспомнить, как это делается. И вот сложность этой задачи для России мы недооценили, начиная от размеров экономики и заканчивая большим уровнем коррупции, которую породил тотальный государственный контроль. И отсутствие системы сдержек и противовесов. Мы не понимали реальный уровень гражданской активности в России. И, как вы знаете, в России было много людей, которые очень быстро воспользовались ситуацией первой олигархи. Я думаю, мы не совсем понимали, что значит переход от государственной собственности к частной, но сосредоточены в руках горстки богатых людей. И, как мы с вами говорили, стране, которая так быстро меняется, необходимо сильное национальное чувство. И как-то это немного потерялось, эта гордость за свою страну, за то, что теперь у вас есть демократическая европейская Россия, а не Советский Союз. Я думаю, что в тот момент российские лидеры не очень четко это формулировали. Они просто хотели быть похожими на Европу. Они не связывали эти идеи с российской историей, с российским потенциалом. И мы старались быть чрезвычайно щедрыми. Как вы знаете, США и Европой было выделено почти 100 миллионов долларов. И я помню первые переговоры с МВФ о поддержке рубля. Но я думаю, что многое из того, что было сделано, чтобы открыть экономику так быстро, не позволило населению адаптироваться. Очень многие люди потеряли социальную защиту и пострадали, в то время как несколько человек очень-очень разбогатели. И ни российское правительство, ни мы не смогли правильно оценить обратную реакцию, которая была следствием всего произошедшего. Ну, многие с вами не согласятся. Я имею в виду... Я разговаривал с многими бывшими министрами первого российского правительства реформаторов, Козырев и другие. Ну, не только. Вот члены этого бывшего правительства реформаторов любят говорить об отсутствии какого-либо плана маршала для России. Мол, правительство Гайдара ждало от Соединенных Штатов какой-то реальной помощи. Они надеялись, что российская экономика получит какую-то финансовую поддержку. Они говорят, что никакого плана маршала не было. Не было существенной помощи со стороны Запада. Вы согласны с этим? Это объективная неправда. Если вы посмотрите, сколько МВФ и Всемирный банк, а также мы, как страны, давали... Ну, даже советские долги не были прощены России. Они были в основном прощены. Они были в значительной степени прощены. Ленд-лиз не был прощен, но о ленд-лизе забыли. Но в основном Россия смогла полностью реструктурировать свой долг, и огромная его часть была прощена, кроме частного долга, о котором нужно было договариваться. Но если вы посмотрите на цифры, то, как я уже сказала, в период с 1991 по 1996 год в Россию поступило более 100 миллионов долларов иностранной помощи, в основном через МВФ и Всемирный банк, потому что нам нужны были системы управления, которые к этому прилагались. Знаете, я думаю, что все начало выходить из-под контроля, когда государственные предприятия начали быстро распродаваться, и некоторые люди очень разбогатели. А потом, когда в 1998 году начались проблемы с рублем, могли бы мы сделать больше? Должны ли были? Это произошло очень быстро, как вы знаете. Но я также думаю, что из-за огромных размеров России, вероятно, события должны были развиваться медленнее с обеих сторон. Я не знаю, что вы думаете по этому поводу. Вы тогда уже родились? Очевидно, что начало 90-х – это ужасные упущенные возможности. И нам очень трудно сейчас за этим числом осознать все, что происходило тогда, и все, что нужно было сделать. Но очевидно, что было очень много ошибок. И я тут, конечно, не для того, чтобы критиковать американцев. Я как раз думаю, что мы должны сосредоточиться на наших ошибках, на ошибках российского правительства, российского общества, российской элиты, интеллигенции, российских бизнесменов. Я не знаю, следите ли вы за дискуссией на эту тему в российском обществе, которая ведется в последние месяцы, особенно после документального фильма, который я сняла Мария Певчих. Вы слышали о нем? Он называется «Предатели». Это такое документальное расследование, ну или скорее даже политический манифест, обличающий администрацию Ельцина, правительство олигархов за залоговые аукционы и за избирательную кампанию 96-го года. Мария Певчих говорит об этом в своем фильме. Ну, кстати, я еще до этого писал книгу об этом периоде, она называется «Все свободны». И я тоже писал о том, что идея демократии, в общем-то, была предана людьми, которые называли себя демократами, но вместо того, чтобы стать отцами основателями новой России, российской демократии, они слишком заботились о своем личном положении, о личной власти, и во многом по их вине вера в демократические институты в России была утрачена. Ну, конечно, залоговые аукционы были провальными с точки зрения их цели, которая заключалась в перераспределении собственности и предоставлении возможностей, создании среднего класса. И стоило ли нам задавать больше вопросов? Стоило ли нам тогда подталкивать российское правительство к созданию большего количества сдержек и противовесов? Возможно, раз уж мы поддерживали эти перемены. Но, как я уже сказала, той же самой стратегии мы придерживались в странах поменьше, таких как Польша, Чехия. И она сработала относительно хорошо в плане создания среднего класса и предоставления людям доли в капитале по мере приватизации. А в России, как вы говорите, несколько человек очень разбогатели, а многие наоборот. И что касается кампании Ельцина в 96-м, то это не слишком отличалось от того, что вы видели в других демократических странах. В том смысле, что не было хороших вариантов. Был Ельцин с одной стороны и Зюганов с другой. Но, я думаю, дело тут в другом, Миша, если позволите. Что произошло, когда Путин пришел к власти? Неважно, в качестве премьер-министра или уже президента, первые 5-10 лет путинизма. Он начинает систематически подрывать основы открытой системы. Он преследует прессу. Сначала телевидение, потом газеты, потом радио. Он не позволяет разбогатевшим бизнесменам участвовать в политике. Именно тогда он преследует Ходорковского, Гусинского, потому что они осмелились бросить ему вызов в парламенте. Возникает идея восстановления государственного контроля и органов государственной безопасности. И он начинает пересматривать многие программы сотрудничества. Я помню, как общалась с людьми еще из администрации Буша-старшего, которых очень уважала, и которые говорили, что Америку не касается то, что происходит внутри России. Для нас важно только то, как мы сотрудничаем на международной арене. То, что русские вывели свои воска из Восточной Европы, то, что мы вместе работали над иранским вопросом, например, то, что Россия больше не давит на своих соседей. Но я думаю, что для будущего России имело значение то, что происходит внутри страны. Ведь российские демократии, открытость, плюрализм, свобода слова были совсем молодыми. Им было 10 лет или даже меньше. И Путин смог за 5 лет развернуть многие из этих процессов и создать систему государственного контроля, которая позволила ему блокировать любые голоса, которые хотели демократической России. И все становилось только хуже и хуже. И если бы мы задавали больше вопросов, если бы наше сотрудничество зависело от того, будет ли Россия настоящей демократией, может быть, все закончилось бы для россиян по-другому, я не знаю. Это очень интересный подход, о котором вы упомянули, со стороны администрации Буша. Я несколько раз слышал от российских чиновников, что у них есть такая теория, будто бы реальная, ну, по крайней мере, во внешней политике, настоящая двухпартийная система в Америке, это некая партия Киссинджера, с одной стороны. И, с другой стороны, партия Бжезинского. И это два совершенно разных подхода к внешней политике, и именно конкретно к России. И русские всегда предпочитали иметь отношения с республиканцами, то есть с партией Киссинджера, потому что это прагматики. Они не изображают у себя святых, не читают лекции о правах человека, и поэтому с ними будто бы проще иметь дело. А вот с партией Киссинджер намного сложнее, по мнению российских властей, потому что, ну, будто бы у них такой лицемерный подход. Они все время пытаются навязывать какие-то ценности. Ну, а российские чиновники считают, что американцы в эти ценности на самом деле не верят, хотя и пытаются их навязать. Вы согласны с тем, что в американской внешней политике есть две такие школы, две идеологии? Это слишком сильное упрощение, конечно. Есть много республиканцев, и я работала с такими крайне консервативных правых республиканцев, которые, тем не менее, считают, что для нас важно, как управляются страны, с которыми мы имеем дело. И есть и прагматичные демократы, которые готовы закрывать на это глаза. Поэтому я думаю, что разделение на две партии – это чрезмерное упрощение. Я считаю, что когда Соединенные Штаты работают со странами по всему миру, есть разница в подходах. С другими демократиями, с открытыми странами, где у людей есть возможность делать реальный выбор на избирательном участке, а не фальшивый выбор, где пресса играет роль гаранта честности политиков и системы, где бизнес действительно свободен, открыт и конкурентоспособен, с такими странами нам легче заключать союз. Мы можем ожидать, что эти сдержки и противовесы в системе будут гарантировать, что наши партнеры будут в целом отстаивать одни и те же принципы на международном уровне. Открытая торговая система, открытая политическая система, равные права для всех людей, независимо от их социального положения, цвета кожи, национальности, религии или чего-то еще. А в автократических странах, и президент Байден как раз недавно говорил об этом, позиция государства зависит от переменчивых взглядов одного лидера или одной группы лидеров. для некоторых стран это как бы нормально. Для некоторых стран это нормально? Для каких же? Я говорю не от себя, я имею в виду американский подход. Кажется, авторитарная система в Саудовской Аравии для США это не проблема. Я думаю, что у многих из нас это вызывает и будет вызывать вопросы. И это исторически ограничивало то, что мы могли бы делать вместе. Например, Саудовскую Аравию не приглашают в НАТО. Мы обсуждаем меры безопасности, но среди них есть и такие гарантии безопасности, которые Саудовская Аравия уже 30 лет пытается получить, но мы не готовы их предоставить. Так что я думаю, что есть пределы. Мы не собираемся посылать наших молодых мужчин и женщин воевать, чтобы защищать страну, которой управляет небольшая группа лидеров. Разве что такой выбор не будет обусловлен исторически. И если решения в стране не находятся в руках ее народа, если лидер, это он или она, но обычно он, боится своего собственного народа, то у вас не будет той поддержки за рубежа, которая обеспечивает и нашу безопасность. И это корень всех наших альянсов. В этом наши национальные интересы. И вы можете в этом убедиться. Мы думали, как вы знаете, в 90-е и даже в 2000-е, что если мы включим Россию в систему, пустим ее во Всемирную торговую организацию, создадим G8 и то же самое с Китаем, то страны откроются, что они увидят выгоду от открытой системы, которую мы поддерживаем, и что это будет иметь последствия для их народа, и что их народ будет иметь больше возможностей для защиты этой системы. Но все пошло в другую сторону. Мы получили ответные удары от Путина и от Си Цзиньпина. Я хотел вам задать еще один вопрос о ельцинском периоде, но вот что важно. Вы сейчас упомянули про ВТО. Когда Россию пригласили в ВТО, было уже довольно поздно. Она ведь стучалась в закрытую дверь почти десятилетия. И только в путинские годы, в 2012 году, кажется, это произошло. А в самом начале, я не знаю, предварялся ли Путин в начале своего президентства, но он говорил и с Биллом Клинтоном, и с лордом Джорджем Робертсоном, тогдашним гензеком НАТО, и просил пригласить Россию в НАТО. Складывалось впечатление, что будто бы он хотел, чтобы Россия вступила в НАТО. А с вашей стороны, такой вопрос вообще рассматривался? Было ли это упущенной возможностью? Или вы не верите в то, что такая возможность была? Во-первых, что касается ВТО, я думаю, что одна из вещей, которые залоговые аукционы и дефолт 1998 года научили всех нас, это то, что России потребуется довольно много времени, чтобы создать такую систему экономической безопасности и поддержки экономики, чтобы выполнять свои обязательства в рамках ВТО. Прежде чем попасть в ВТО, нужно было преодолеть множество конкретных препятствий. И Путину потребовалось немало времени, чтобы добиться этого. Например, как вы знаете, одним из требований был плавающий курс национальной валюты, и китайцы сделали это быстрее, чем Россия. Так что я бы сказала, что мы несколько обожглись на том, что произошло в конце 90-х, и хотели убедиться, что все стандарты ВТО будут соблюдены. Что касается НАТО, то я помню несколько разговоров с Ельциным во время его второго срока о том, может ли, должна ли Россия вступить в НАТО. Как вы знаете, все соседи к тому времени были уже либо в НАТО, либо на пути к этому. И наша позиция была такова. Если вы готовы стать настоящей демократией, с настоящими выборами, с настоящей свободой прессы, по-настоящему открытой, с прозрачным бюджетом, реальными возможностями для свободной торговли, то почему бы нет? Это будет другая Россия, но это также приведет к укреплению отношений между Европой и Россией. Собственно, именно поэтому мы создали в 97-м году постоянный совместный совет между Россией и НАТО. И позже, уже прибавшим младшим, мы создали совет Россия-НАТО. И я действительно думала в те дни, что даже до того, как Россия станет членом НАТО, если она этого захочет, большая часть дел НАТО перейдет в ведение совета Россия-НАТО, потому что было много вопросов, по которым мы могли бы сотрудничать, например, противоракетная оборона, противостояние Ирану и так далее. Но я думаю, что в конечном итоге свою роль сыграла невероятная подозрительность Путина. Он считал, что Россия слишком велика, чтобы быть в этой семье. Он не хотел, чтобы его ограничивали. Он не хотел по-настоящему соответствовать демократическим стандартом, как мы знаем, потому что он вел Россию не в том направлении. Я не помню разговора между Путиным и нашими лидерами о вступлении в НАТО. Я думаю, у него было другое видение России. Он не хотел, чтобы Россия была похожа на Германию. Он хотел быть противовесом. И теперь мы это понимаем. Возвращаясь немножко назад, к началу 90-х, к процессу расширения НАТО после распады Советского Союза. Существует такое мифическое соглашение между Джеймсом Беккером, Государственным США, и министром астроном-делом Шеварднадзе. И многие российские авторы часто об этом пишут, про это говорят. Да, конечно, на бумаге этого не было закоплено, но на словах будто бы была договоренность, что после распада Советского Союза НАТО дольше не пойдет на восток. И согласно вот этой легендарной договоренности, которая очень популярна в России, это обещание было нарушено администрацией Клинтона. Так вот, была ли какая-то дилемма во время администрации Клинтона, расширять ли НАТО на восток, идти ли туда или нет? Прежде всего, отмечу, что Бейкер, который якобы заключил эту сделку, категорически отрицает, что он когда-либо говорил об этом, как и Джордж Буш-старший. Он говорит, что этого никогда не было, что такого разговора не было. Так что это знак вопроса. Но я думаю, что проблема, и это та самая проблема, из-за которой путинизм настолько углубился и держится так долго, заключается в восприятии НАТО как врага. НАТО — это оборонительный альянс. Он не нападает на вас, если вы не нападаете на него первым. Поэтому идея первого постоянного совместного совета России и НАТО, а затем Совета Россия-НАТО, заключалась в том, что если мы не враги, если мы не нападаем друг на друга, то мы можем использовать эти структуры для совместного продвижения наших общих интересов безопасности. Вот что было целью. И поэтому НАТО расширялось не для того, чтобы нападать на Россию. Оно расширялось, чтобы гарантировать, что в случае разворота России, который мы сейчас и наблюдаем, эти страны будут защищены. А также для того, чтобы мы, как демократическая семья, могли действовать вместе в других частях мира, как это позже было в Афганистане и Ираке, потому что мы понимаем друг друга. Была ли Россия готова стать таким партнером? Если бы Россия была заинтересована в том, чтобы стать членом НАТО, я думаю, история сложилась бы иначе. Но тогда ей пришлось бы поддерживать, укреплять и углублять демократическую систему. Она должна была бы пойти в том направлении, в котором пошли Польша, Литва, Латвия. Реальные выборы, реальные политические партии, реальная свобода прессы, ограничение полномочий службы безопасности, судебные органы, гарантирующие защиту прав человека для всех. Но это не то, чего хотел Путин. В начале первого срока Путина, ну и, соответственно, в начале первого срока Джорджа Буша-младшего, была некая иллюзия, что президенты довольно конструктивно друг с другом общаются, у них отношения более-менее налажены. А потом что-то пошло не так, явно что-то нарушилось. Вы понимаете, что было поворотным моментом? Я думаю, что в те первые годы произошло много событий, причем с обеих сторон. Прежде всего, поспешное решение администрации Буша выйти из договора о противоракетной обороне. Хотя они говорили об этом во время предвыборной кампании, нам следовало бы потратить время на то, чтобы попытаться объяснить нашу позицию российской стороне и, может быть, даже немного ее пересмотреть. Вместо этого мы действовали очень быстро. Так что российские военные были обеспокоены этим, потому что боялись, что окажутся в отстающих. Это во-первых. Во-вторых, после 11 сентября, как вы помните, в первый год президентства Буша, мы обратились к России по вопросам борьбы с терроризмом. И я думаю, что и Путин, и Буш чувствовали, что мы действительно сможем обмениваться нашими разведданными и объединить наши усилия, чтобы справиться с Талибаном и Аль-Каидой. И я думаю, с обеих сторон было разочарование, если можно так сказать. Мы чувствовали, что российская сторона не очень-то делится полезной информацией, хотя она очень долго и глубоко была погружена в афганский вопрос, причем без каких-то определенных целей. И мы чувствовали, что внутри российской, бывшей советской системы безопасности есть силы, которые рады видеть, что мы страдаем, так же, как страдала Россия. Я думаю, что Путин со своей стороны считал, что все наши намерения и планы в отношении того, как мы собираемся бороться с Аль-Каидой, должны быть открыты для российской стороны, даже несмотря на то, что Россия запрещала США пролетать над своей территорией и отказывала в других вещах, которые нам были необходимы. Ну, я еще могу добавить, что Путин явно был очень разочарованный из-за авиабазы Манас в Кыргызстане. Потому что он думал, что с российской стороны это такой широкий жест, щедрый жест разделить эту базу с американцами. А потом оказалось, что американцы вовсе не собираются уходить оттуда. А он-то ожидал, что американцы несколько лет будут пользоваться этой базой, а потом уйдут. И был очень раздосадован. Ну, я напомнила бы ему, что Кыргызстан не его страна. Нас пригласили к Кыргызу, и они предложили нам остаться. Вот в чем основная проблема с его образом мышления. Он думает, что все эти страны принадлежат ему, и что США и Россия вместе могут решать, что с ними делать, словно это шахматные фигуры. А это не наш подход. Независимая страна должна принимать собственные решения, чего бы там ни хотелось России. И если Кыргызстан пригласит нас остаться там, мы останемся. Если Украина хочет, чтобы мы поддержали ее демократическое движение, мы поддержим. Мы не собираемся, как это было в 19 веке, разыгрывать большие шахматные партии между великими державами и решать, как всем этим маленьким ребятам жить. В этом разница между автократиями и демократиями. И это было очевидно с самого начала. И последнее, что я хотела бы сказать в отношении того, что пошло не так в первые годы правления Путина. Мы видели, как Путин систематически разрушает очень-очень молодую демократию в России. И когда вы видите, как рушится свобода прессы, как бизнесмены вроде Ходорковского и Гусинского, которые пытаются заниматься политикой, подвергаются давлению и нападкам, на них заводятся уголовные дела, когда вы видите, что правозащитные организации находятся под угрозой, когда вы видите, что Путин начинает откатывать назад положение Ельцинской Конституции и отменяет прямые выборы губернаторов, тем самым пытаясь больше контролировать регионы, тогда возникает вопрос, а точно ли Россия идет по европейскому демократическому пути, или это Путин сосредотачивает власть в своих руках, и, следовательно, встает вопрос, а можем ли мы еще что-то делать вместе? Вы упомянули Украину. Я думаю, что Оранжевая революция была, конечно же, началом нового Путина и его нового подхода к американцам, потому что он тогда решил, что Оранжевая революция – это был заговор, организованный американцами, и, согласно вот его новой картине мира, Оранжевая революция была частью операции по его свержению. Но это просто безумие. Это были внутренние дела Украины. Никто извне не вмешивался в происходящее в Украине. Разве что вы боитесь собственного народа и думаете, что он может подхватить эту демократическую заразу и захочет более демократического управления, а не менее, как это вы ему предлагаете. Тот факт, что Путину угрожали события в Украине, говорит о том, что уже тогда он считал, что Украина – это наша. Это не независимая страна. Но тогда это не российский лидер, который стремится к демократии. Это российский лидер, который движется к автократии. И, очевидно, это ограничило нас в том, что мы можем делать совместно с Россией. Но мы, вероятно, недооценили его представление о развитии страны. Мы все его недооценили. Спасибо, мне стало лучше. А почему в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте, Соединенные Штаты не настояли на том, чтобы Украина и Грузия получили план действий по членству в НАТО? Почему вы не настаивали на принятии Украины? Была ли такая возможность? Расскажите, пожалуйста, вот об этом историческом саммите, о том, как тогда Ангела Меркель и Николай Саркази, выступавшие против этого плана, одержали верх, а Джордж Буш, который, наоборот, настаивал на нем, согласился на очень странный компромисс, который подвешился в результате. Очень странный компромисс. Я согласна с этим. Я была на этом саммите НАТО в качестве постоянного представителя США при НАТО. Тогда грузины высказались очень четко. Они хотели в НАТО. Все стороны тогдашнего грузинского политического процесса, кроме крайних, хотели, чтобы Грузия стала членом НАТО. Они многое сделали и, безусловно, были готовы к плану действий по вступлению в НАТО. С Украиной было сложнее. У них была премьер-министр Тимошенко, которая говорила, «Нам это не нужно. Мы хотим в ЕС, но не хотим в НАТО». И у них был президент, который говорил, «Нет, мы хотим в НАТО». Это был Виктор Ющенко. Так что у Украины не было единой позиции. И это был бы серьезный шаг для нас, особенно из-за того, как угрожающе говорил об этом Путин. Вы помните, он приехал и сделал несколько очень взрывоопасных заявлений. И тогда Путин впервые сказал Джорджу Бушу, что если Украина вступит в НАТО, она уйдет туда без Крыма и Востока? Нет, нет, нет. В 2008 году ничего подобного не обсуждалось. Но он яростно выступал даже против плана действий по вступлению в НАТО для Грузии и Украины. Знаете, к моменту его прихода к власти, а мы помним, что у него советский менталитет, страны Балтии уже были полностью интегрированы в НАТО. Но он был одержим идеей не потерять остальные страны, которые, по его мнению, принадлежали Москве. Так что, когда мы приехали на саммит, некоторые союзники оказались не готовы к решительным действиям. Немцы не были уверены, чего хотят, французы тоже не были уверены. И украинцы разделились во мнениях по этому вопросу. Я думаю, что если бы украинцы были более сплоченными в тот момент, если бы до саммита мы провели бы с ними больше переговоров, все сложилось бы иначе. Но когда Украина еще сама не решила, хочет она в НАТО или нет, нам было легче принять то компромиссное решение. А был ли, возможно, какой-то другой сценарий? Ну, план действий по членству не сильно бы изменил ситуацию с практической точки зрения. Украина и так сотрудничала с НАТО и получала много поддержки. Украинские военные, как вы помните, находились в составе миссии НАТО в Афганистане. Они помогали с обучением и в других частях мира. Я просто думаю, что в 2008 году в украинской политике все еще существовал раскол по поводу того, куда они хотят вести свою страну. Украинцы, конечно, хотели быть частью ЕС. Ну, примерно половина из них, как показывали опросы. На самом деле, Путин виноват в том, что Украина так отчаянно хочет быть европейской и свободной. Уровень поддержки Украины со стороны НАТО не увеличивался до тех пор, пока не был украден Крым. И на Донбассе не появились маленькие зеленые человечки. Так что это Путин привел их в наши объятия, потому что они хотели защиты и нуждались в ней. Так, хорошо. Зима 2014 года. Момент, который сделал вас звездой российской пропаганды. Россияне до сих пор используют мем «печеньки Газдепа». Он стал такой частью российской поп-культуры. Во-первых, там были сэндвичи. Давайте проясним ситуацию. Да, да, да. Давайте поговорим об этом. Не печеньки, а сэндвичи. Хорошо. Вы не жалеете об этом? Ну или наоборот, вы считаете, что это был хороший пиар? Или плохой пиар? Какие эмоции у вас по поводу этого маленького эпизода и таких несоразмерных последствий для пропаганды? Послушайте, я была помощником госсекретаря. Я была никем. Я была мелочью. И тот факт, что Путину все это настолько угрожало, что он фактически сделал меня звездой, говорит, как мне кажется, о неуверенности самой России, Путина и его команды в связи с потерей Украины. И дело было не только в деньгах, которые они выкачивали из Украины, потому что у них были огромный бизнес-интересы, и они разворовывали Украину. Но и в том, что Путину удавалось все эти годы сохранять контроль над украинской политикой. И если он потеряет этот контроль, что это будет значить для него? Ведь на самом деле украинцев не интересовало ничего за пределами Украины. Их интересовала более свободная и менее коррумпированная Украина. А единственная угроза для путинской России менее коррумпированная Россия. Поэтому я думаю, что это был своего рода странный акт отчаяния. И просто хочу напомнить, что в тот период все западные лидеры со своими дипломатами посещали и правительство, и оппозицию, и людей на Майдане. День, когда мы принесли сэндвичи, был сразу после ночи, когда Беркут, при поддержке Путина и по приказу Юниковича, окружил людей на Майдане. Они не стреляли по ним, но начали оттеснять. И это были 18-19-летние украинцы, которым приказали выступить против собственного народа. Так что это была очень трудная и жестокая ночь. И, возможно, на меня слишком сильно повлияла славянская культура, но я инстинктивно понимала, что не стоит идти с пустыми руками к людям, которые столько всего пережили ночью. И вот так мы и взяли сэндвичи и раздавали их Беркуту в том числе. Есть фотография, на которой я отдаю бутерброду Беркуту. У вас всех была тяжелая ночь, давайте действовать вместе. Это не было, знаете ли, соединенной штукой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!